Третья часть нашего курса об Алии. И мы рассмотрим вопросы практической подготовки и практические аспекты успешной Алии. На предыдущих занятиях мы говорили о пионерах сионистского движения, как смелы и решительны они были, закладывая основы новой жизни в Израиле, новой жизни в старой стране, они были инструментами в руках Бога, через которых Он создал новый народ. Или лучше было бы сказать, что Бог воскресил старый народ. Также мы говорили, что каждому иммигранту придется пройти сквозь очень длинный процесс. Самые большие трудности и самые великие истории мужества и отваги были за последние 125 лет. поощряю вас больше изучить эту тему. Все, что мы можем сейчас сделать, это только приоткрыть дверь в эти темы. Найдите книги и труды о сионистском движении и современной истории Израиля. Также я говорил, каким был мой собственный путь обратно в Израиль, будучи молодым человеком 45 лет от роду, ну, не такой уж и молодой. Сравнивая с моим сегодняшним возрастом, 56 лет, я был молод, но тогда это был на самом деле большой вызов для меня. Я вижу, как на разных жизненных этапах совершают алию. Для каждого настанет свое время совершить алию. Некоторые мигранты, пенсионеры, которые уже завершили свою трудовую деятельность. Члены нашей общины, которые не очень активны, иммигранты этой категории, они изучают иврит, они не чувствуют особого давления, но им необходимо чем-то жертвовать. у большинства дети и внуки в другой стране. Это огромная жертва. Необходимо вдохновение и слово от Бога, чтобы совершить алию. Прежде чем рассмотреть пять аспектов алии, я бы хотел поговорить о вдохновении. Я все еще верю, что наша духовная подготовка – наиболее важная часть. И для этого я хотел бы обратиться к книге Иисуса Навина. Я верю, что в Слове Бога мы увидим четкие советы по подготовке к алии. И мы увидим себя в жизненных ситуациях Иисуса Навина. В начале книги говорится о смерти Моше. Бог делает особый акцент на том, что это новое начало. Иисус Навин зависел от Моше. Моше был его лидером, его духовным отцом. Моше отвечал на его вопросы, давал ему указания, защиту. И теперь Иисус Навин стал лидером. И теперь Иисус Навин должен был войти в землю своей верой. Я в этом вижу параллель. Для совершения алии большинству придется пройти сквозь огромные изменения. Теперь мы не сможем рассчитывать на то, на что рассчитывали раньше. Вокруг нас будет неизвестное ранее. И в это время Бог говорит Иисусу Навину пересечь Иордан. Он говорит, «Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». Как часто мы говорили об этом? «Встань, подними спереди». Эта концепция перехода широко распространена в книге Иисуса Кажется, что на иврите используется один и тот же корень слова «перейти», как и в корне слова «еврей», еврейский. «Айн бет рэш». «Перейти», «пересечь». И это наша индивидуальность. Как евреев, мы должны пересечь. Мы должны войти в новую землю. Бог призывает нас выйти из того, что мы знали. Это часть нашего завета с Богом. Нашей зависимости от Бога. И когда мы оставляем известное, то волей-неволей мы должны доверять Ему. Со времен Авраама. Когда Бог сказал «оставь свою землю и иди в то место, которое Я покажу тебе». Мне нравится говорить об Аврааме как о первом Оле. Он первый совершил Алию. Давайте продолжим. Третий стих. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею». Мы говорили раньше и повторим это снова. Вы должны найти свое место. Бог хочет, чтобы вы ознакомились с землей Израильской. Вот почему они совершили разведку в 13-14 главе чисел. Я побуждаю вас совершить разведку до Алии. Начните разузнавать больше об Израиле. Иначе как же тогда Бог сможет вас вести? Молитесь по мере того, как вы будете проходить землю. Господь, что ты приготовил для меня здесь? Есть ли знакомства? Откройте свое сердце для нового опыта. Что вы чувствуете в разных местах? Я верю, что Бог создал нас для определенного места. Я знаю точно, что то место, где я живу, в северной части Хайфы, это мое место. Это видно в этом стихе. Четвертый стих. От пустыни и Ливана сего до реки Великой реки. И он написывает дальше, «Всю землю Хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши». Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. «И как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Это серьезная часть нашей подготовки. Псалмист говорит, «А мне благо приближаться к Богу». Сам Моисей говорил, «Если не пойдешь ты с нами, то я дальше не буду идти». Мы должны искать Божьего присутствия, оставаться в присутствии Бога и быть уверенным в том, что Он будет с нами. Это была подготовка к Алии Иисуса Навина. Эти главы говорят о подготовке к Алии. Иисус Навин совершал Алию. Он возвращался в землю. И Бог подготавливал его, говоря следующее, «Я буду с тобой. Я не забуду тебя. Не переживай, что ты один». «Если ты ведешь себя необычно и не знаешь, что делать, воззови ко мне. Я рядом с тобой». Шестой стих. «Будь тверд и мужественен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую Я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужественен, и тщательно храни, исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Все будет восставать против тебя, твоей уверенности. Враг будет пытаться сделать тебя неуверенным и вести тебя в депрессию. Вы должны знать, что земля — это ваше наследие. И мы можем и должны применять эту истину духовно. Независимо от того, совершаем ли мы алию или нет, это правда, не так ли? Когда я чувствую себя неуверенно, когда я в подавленном и депрессионном состоянии, когда я чувствую, что я терплю поражение, что я не могу продолжить, что у меня нет соответствующего снаряжения, что все настроено против меня, что я должен вспомнить? Бог дал мне наследие. Я не беспомощен. Он даст мне все необходимое для жизни и благочестия. «Все могу через Мессию, который укрепляет меня». И вы также можете перечислить много мест Писания. Очень важно развить такое отношение тем, кто совершает алию, и кто помогает в процессе алии. И затем он говорит о слове Бога. «Только будь тверд и очень мужественен, и тщательно храни и исполняй весь закон». Восьмой стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». «Слово Твое — свет стезе моей», — говорит Псалмис. «Как я смогу понять, по какому пути Бог призывает меня идти, если я буду ходить Его путями, общаться с Ним через Его Слово? И это будет становиться все труднее по мере того, как вы будете становиться более занятыми, и вы будете готовиться к Алии. Не отвергайте Слово Бога. Когда вы приезжаете в Израиль, и вы встречаетесь со многими жизненными вопросами, не отворачивайтесь от Божьего Слова». Я бы хотел помолиться сейчас. Господь, подготовь сердца Твоих людей с помощью Твоего Слова. «Отец, Ты удивителен!» «Когда нам нужно услышать Тебя, ты можешь каждому говорить индивидуально. Открой Своё Слово каждому, кто будет слушать Тебя. И выбери такие способы, которые были бы ясны. Разберись с проблемами в нашей жизни, Господь. Алия – это не каприз. Для многих из нас это будет самый трудный жизненный опыт. Нам нужна сила Твоего Слова. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты изменил нас. Мы нуждаемся, чтобы Ты созидал наш характер. Только Ты сможешь их созидать. И они исходят только от Твоего Слова. Говори с нами. День за днём. И мы будем ходить Твоими путями. Аминь! «Я не предупреждал Тебе, будь сильным и хорошим умом, не бояться, а не бояться, потому что Господь Тебе есть с тобой, где ты идешь». Девятый стих. «Вот я повелеваю Тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с Тобою Господь Бог Твой везде, куда не пойдешь». Рассмотрите составные части этого стиха. Бог говорит, «Будь тверд и мужественен». Хазак. «Не страшись и не ужасайся». Хазак ве эмац. Первоначальное значение слова «эмецлев» — «пусть твое сердце будет сильно». Сила, смелость, не бойся. Почему Бог говорит ему не бояться? Потому что у них появится такое искушение. Иногда у меня появляется искушение бояться. Обстоятельства в Израиле могут быть устрашающими. Я должен возвратиться снова к указаниям Бога. Это мой учебник по Алие. Знаете, каждый из нас хотел бы приобрести буклет, который бы объяснял все, что нам нужно. Алло. Вот он буклет. И затем он говорит, «Не ужасайся». Не будь шокирован. Я помню, когда я был в Университете Ульпана. Они показали нам фильм в целях изучения языка. Это был не чистый фильм. Я почувствовал себя оскверненным этим фильмом. Это была современная, обычная израильская культура. Аморальность, голые тела. Я так опечалился. Я был шокирован. Но что-то должно нас шокировать. Но здесь Бог сказал, «Не ужасайся». Даже если ты увидишь что-то абсолютно неправильное, когда ты чувствуешь, что давление мирской культуры настолько сильно, вы чувствуете, что не можете избежать нечистоты и чувственности. Не ужасайтесь. Будьте сильными и смелыми. Потому что я буду с вами. Это вывод. Куда бы ты ни пошел, твой Бог будет с тобой. Я обращаюсь к самому себе. Эйтан, не забудь. Бог будет с тобой, куда бы ты ни пошел. В любом испытании. В любом разочаровании. Каждую минуту, когда ты чувствуешь, что не можешь исполнить свои обязанности. Это происходит очень часто. И дал Иисус Навин повеление надзирателям народа и сказал, «Пройдите по Стану и дайте повеление народу и скажите, заготовляйте себе пищу для пути. Потому что спустя три дня вы пойдете за Иордансией, дабы прийти и взять землю, которую Господь Бог отцов ваших дает вам в наследие». Какое замечательное введение в этот раздел. Мы говорим о подготовке. И те же слова Иисус Навин говорит людям. «Хорошо, я услышал Бога. Бог дал мне смелость и веру. Я знаю, что мы должны это делать. А теперь давайте подготовимся». Красиво. Это прямо здесь. Мне также нравится эта фраза «овладеть землей». На иврите она означает «наследовать». Еще одно слово с таким значением. «Ла рэшет». Что значит овладеть землей не только физически, но это комбинация завладения и принятия в одно и то же время. В этом есть агрессивность. Через пару минут мы поговорим об этом. Давайте прочтем дальше. Глава 3, 5 стих. Поэтому история развивается. Иисус Навин подготавливает их. И сказал Иисус народу «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Возьмите ковчег завета и идите перед народом. Поэтому это часть нашей подготовки. Что это значит «осветиться»? «Ле Кадеш». «Осветите что-то, отделите это». «Я отделяю себя для Алии». Это очень серьезно. Бог говорит поколению Иисуса Навина, «То, что ты будешь делать свято, ты возвращаешься в землю завета». И теперь остановись в присутствии Господа и посвяти себя. Освяти себя. Отдели себя и скажи «Бог, я принадлежу тебе». «Я живу, чтобы исполнить твои цели». «Ты купил меня». «Я твой». «Я был освящен кровью Агнца». «Я полностью отдаю себя для исполнения твоих целей». «Возлюбленный – это свобода». «Когда я полностью подчиняюсь Богу». «Это единственное время, когда я на самом деле в свободе». «Помните образ жертвенника?» «Воскурение от жертвы поднимается вверх». «И мы говорили, что Алия – это принести себя на алтарь». «Снова мы видим это же». «Полностью отдайте себя в руки Бога». «Потеряйте свои права». «Пусть от вас уйдет чувство, что вы могли бы удержаться за что-то личное». «Потому что по-любому вы пройдете сквозь такой опыт». «Но если вы решите заранее – да». «Господь, я на жертвеннике». «Все, что есть у меня, то, кем я есть, принадлежит тебе». «Что вы тогда потеряете?» «Человек, которому нечего терять, свободен. У него есть сила. У него есть благодать. Он может пройти через все и не потерять свою личность, себя, потому что его отождествление в Боге, а не в его владениях, не в способности говорить на собственном языке, не из чувства комфорта, живя в своей культуре, стране». Девятый стих. Иисус сказал сынам Израилевым, «Подойдите сюда и выслушайте слово Господа, Бога вашего». И сказал Иисус, «Из сего узнайте, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас Хананеев и Хитеев и Иевеев и Ферезеев и Гиргисеев и Амореев и Иевусеев. Вот ковчег Завета Господа. Всей земли пойдет перед вами через Иордан». Освятитесь! Выслушайте слова Господа, потому что Господь прогонит от вас врагов. Послушайте, мы не можем совершать алью без Бога. Даже и не пытайтесь своими силами, с помощью своего ума, сообразительности совершить алью. Пусть из вашей жизни будет удалена всякая гордость. Мы должны научиться слышать слова Господа и знать, что Он будет справляться с трудностями. Он прогонит врагов. Каковы самые главные враги в наши дни? Я говорю о духовных врагах. Номер один – это древний хананейский дух. В частности, там, где мы живем на побережье северной части Израиля. Это местность нечестивого идолопоклонства. Колено Асира так и не смогло взять под контроль эту территорию. Настоящее поклонение Богу так и не дошло до этих прибрежных городов. Акко и Ахзив. Эти города находятся недалеко от того места, где живу я. И мы встречаемся с этими духовными врагами. Дух Ислама. Кто может подставить под вопрос силу и влияние этого врага? Его нельзя недооценить. Бог также говорит об этом Иисусу Навину. Мистический каббалистический иудаизм. Может быть, я вношу некоторый беспорядок в ваше понимание. Потому что дух мистического каббалистического иудаизма – это враг Духа Мессии. И этот дух очень сильный. Это оккультный дух. Мы не должны увлекаться оккультным иудаизмом. Этот дух – враг настоящего спасения от Бога. Я не говорю обо всем иудаизме. Обо всем традиционном иудаизме. Я говорю об определенном духе внутри иудаизма. И я хочу, чтобы вы были зрелыми. И могли распознавать это. Как мессианские евреи мы не можем просто слепо принимать все, что называется еврейским. Однажды мы молились об освобождении одного молодого еврейского верующего. У этого молодого человека были огромные проблемы. Демонические духи так влияли или, я бы сказал, контролировали его. Поэтому мы нашли время, чтобы помолиться с ним и изгнать демона. Такие указания Ишуа оставил нам, как своим последователям. Я верю, что это восстановленная мессианская вера среди евреев. И нам все еще предстоит многому научиться. Но, возлюбленные, это часть программы. И пусть Бог даст нам большее различие. Есть дар Духа Святого, называемый «различение духов». Мы должны просить Бога об этом даре. Много всего происходит в духовном мире, чего не видит наш физический глаз. Мы начали молиться с этим молодым человеком. И спустя некоторое время из его уст вышли такие слова. Как бы с насмешливой улыбкой. Ты не можешь избавиться от меня. У тебя нет надо мной власти. Я Дух традиционного иудаизма. Я не должен тебя слушать. Ты ничего не знаешь. И Он продолжал оскорблять нас. Дух знал, что мы были мессианскими евреями. И каким же образом это произошло с этим молодым человеком? Без соответствующей подготовки. Без достаточной духовной силы и противовеса. Без достаточной зрелости и укоренения в слове. Он начал учиться с неверующим раввином. И в него духовно вошел демонический дух. Подождите. Я не говорю, что это будет происходить всегда, когда вы будете учиться с неверующим раввином. или если вы будете читать традиционную еврейскую литературу. У нас должно быть общее понимание, что части Талмуда и литература нашего прошлого века важна для вас. Но вы играете с огнем и приближаетесь к демоническим силам. в некоторых из этих вопросов. Поэтому мы изгоняем этих духов. И для меня это был очень весомый опыт. Наш следующий враг – это гуманизм. Израиль – это страна крайностей. Там присутствует крайняя степень религиозности и крайняя степень секуляризации. Слишком высокий уровень гуманизма. Я вижу это как параллель тем народам, которые Бог хотел прогнать с земли. Мы упомянули только некоторых из врагов. И можем говорить об этом часами. Надеюсь, что это откроет для вас некоторое понимание. Вы войдете на поле сражения. Не только физическое поле сражения. Разве вы не знаете, что физическая видимая реальность отражает события в духовном мире? Духовная война за землю израильскую жестокая. Дьявол ненавидит тот факт, что евреи снова возвратились в Израиль. И когда вы совершите алью, то сами лично испытаете это на себе. Поэтому будьте готовы. И он говорил о феномене раступления моря, когда в нее вошли священники. 3.13 стих. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли ступят в воду Иордана, вода Иорданская иссякнет. Текущая жесть сверху вода остановится стеною. Аллилуйя! Аллилуйя! Бог хочет ободрить нас. Когда мы в Его завете, то воды раступятся. И это же произошло в 17 стихе. Стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Все сыны Израилевы приходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан. В 4 главе он дает хороший ответ по поводу того, как мы должны обходиться с нашей семьей, воспитывать наших детей. Стихи 21-24. Стихи 21-24. «И сказал сынам Израилевым, когда спросят в последующее время сыны ваших отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим. Израиль перешел через Иордан сей по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал Черным морем, которое иссушил пред нами, доколе мы не перешли его, дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Мой опыт Алии — это как семья. И я верю в это. Алия представляет самое лучшее в семье. «Это лучшее из семьи, как и самое худшее». Хотел бы сказать вам лично? Я верю, это нужно сказать. Самые трудные времена моего брака — первые годы нашего проживания в Израиле. Я никогда не переставал любить свою жену. У нас даже не было и мысли, должны ли мы оставаться вместе. Просто в наших взаимоотношениях была натянутость, напряженность, отсутствие милости по отношению друг к другу. Я бы сказал, что больше отсутствие милости с моей стороны по отношению к ней. Иисус Навин говорит что-то очень важное здесь. Он говорит, работайте со своими детьми. Пусть они помнят, почему вы совершаете Алию. Будьте терпеливы, ободряйте их. Прислушайтесь к их боли. Не игнорируйте ее. Не говорите, что они переживут это. Не говорите, что они могут быть крепкими и сильными. Нет, в семье происходит что-то глубокое и серьезное. И до сегодня я вижу это в моей семье. Все еще у нас есть конфликты, присущие иммигрантам. И я, как отец, исполняют те же обязанности, которые были у Иисуса Навина. Жена, дети, давайте вспомним, что сделал Господь. Давайте просто вспомним, что Господь сделал в нашей жизни. Давайте ободримся. Пятая глава. Третий стих. И сделал себе Иисус Навин острые ножи и обрезал сынов Израилевых на месте, названном холм обрезания. Бог на самом деле удивлен, как Он говорит, на что мы должны обратить внимание. Не знаю, но все эти годы это меня не так сильно удивляло. Наверное, это зависит от чтения вслух. Холм обрезания. Итак, почему же они обрезываются? Они уже взрослые мужчины. Я думал, что это делают с младенцами. Они прошли по пустыне и не обрезали своих сыновей. Что означает обрезание? Почему сфокусированность на этом до того, как они войдут в обетованную землю? Бог говорит, чтобы у нас было обрезанное сердце. Он говорит это в прямом смысле. Снимите крайнюю плоть вашего сердца. Бог хочет, чтобы у нас было нежное сердце и незащищенное. Он хочет, чтобы мы были прозрачны перед Ним и не скрывались за масками. Мы есть те, кто мы есть. И мы зависим от Него. И Бог это показывает в буквальном смысле и оставляет это знамение. Обрезанный мужчина чувствует свою зависимость. Бог просто гений. Он использует усмиряющие части нашего тела, чтобы научить нас. Это часть нашей подготовки. У мужчин и женщин. Обрезать наши сердца. Именно в то время, когда мы должны быть сильны. Ну как же, они же воины. Это не подходящее время для обрезания. Это время наточить их копья и мечи. Бог говорит, нет, обрезывайтесь. Вы будете зависеть от Меня. Придет время, когда вы отточите свой меч. А сейчас возьмите в руки острый нож. И обрежьте себя. Это наша подготовка. Это была их подготовка. Они не могли войти необрезанными. Это тоже, если принести некошерное мясо на праздник Господа. Шестой стих. Израильтяне умерли в пустыне. Ибо сыны Израильвы сорок лет ходили в пустыне. Доколе не перемер весь народ, способный к войне, вышедший из Египта. Почему? Потому что не слушали Глаза Господня. Еще больше подготовки. Нам нужно научиться слышать голос Господа. Нам нужно стать еще более чувствительными. Мы должны практиковать нашу способность слушать. Большинство из нас практикуются в разговоре. Но не многие из нас хорошие слушатели. Это важно в Алии. Это важно в жизни. Это важно в лидерстве. Снова я обращаюсь к вам как лидерам и потенциальным лидерам. Не говорите постоянно! Знаете, что намного важнее умение преподавать или проповедовать? Научитесь слышать голос Бога и друзей и компаньонов. Это настоящая любовь. Настоящее служение. Слушать. Аллилуйя! На улице идет дождь Господень. Аллилуйя! Аллилуйя! Поздний дождь. Бог ободряет нас. Я знаю, что сейчас идет запись, но сейчас на улице идет дождь. Это необычно для этого времени года в этой стране. И я бы сказал, что это день Шавуота. И давайте сейчас поблагодарим Бога. Даже если вы слушаете запись не сейчас на Шавуот. Потому что этот праздник символизирует наше время. Как мессианские евреи мы должны ухватиться за этот праздник. Приди, Господь, Твоим Духом. Пошли поздний дождь на Твой народ. На Израиль и всех евреев. Дождь Твоего Духа, Господь. Подготовь твердую почву. Чтобы проросли семена, сеянные столетиями. Чтобы они ожили в пустыне. Оживи Дух Твоих слух. Где бы они ни были. Бешем Ешуа. Он благ. 12 стих 5 главы книги Иисуса Навина. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилевых. Но они ели в тот год произведения земли ханаанской. Вы будете вкушать от произведений земли. Продолжим 13 стихом. Аминь. 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 Бетах. Да. Бетах. Аминь. Да, точно. Власть Бога была установлена в жизни Иисуса Навина. Часть ли это нашей подготовки? Абсолютно. Должна быть установлена власть Бога. В нашей жизни должна быть Его сила, наше подчинение Ему. Что символизирует снятая обувь? И снова эта концепция. Реальность Алии свята для Бога. Вождь Господа. Адонай Цеваот. Сказал, на этом месте, где ты стоишь. Ты готов войти. И вот еще один стих на иврите, который приносит ободрение. В грамматике иврита. Современного иврита. Когда вы хотите описать те события, которые вот-вот состоятся. Мы используем слово «стоять» — «Омед». «Омед Лихиот» — «Стоит, что-то готово свершиться». И вот, Иисус Навин стоит на своем месте. «Стоять» означает, что вы готовы это сделать. это будет дальнейшее событие. Надеюсь, что это коснется ваших сердец. Падение Ерихона. Стены пали. Стены были сильными и толстыми. Их нельзя было бы разрушить. Бог сказал, что они упадут при звуке шофара. Шофар был предназначен не только для стен. Шофар был предназначен и для израильтян. Шофар должен был придать им смелости. Шофар должен был привести израильтян к единству. Активировать их веру. Напомнить им, это завет Бога. Шофар был голосом Бога, который разбивал стены. Голос Бога будет впереди вас. И разбивать стены, которые находятся между тобой и Израилем. Наконец, они воскликнули. Семь священников затрубили в семь труб. И когда они услышали последний звук трубы. 19 стих 6 главы. Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы. Воскликнул народ громким голосом. И обрушилась стена города до своего основания. И народ пошел в город, каждый со своей стороны. И взяли город. Ва-я-ал-ха-ам-ха-ира. И люди вошли вверх в город. Они совершили алию. Знаете, что Бог дает нам так много. Мы все еще находим такие стихи, в которых говорится о восхождении вверх. Раньше я вообще не планировал совершить алию. Какие камни, стен и ерихона, которые вы встретите в процессе алии? Какие будут самые большие трудности? И как мы должны их преодолевать? Я хотел бы рассмотреть пять трудностей. Вы можете записать их сразу, но каждый из них мы будем рассматривать по отдельности. Язык. Работа. Номер три. Бюрократическая система. Номер четыре. Культура. И номер пять. Взаимоотношения. Давайте начнем с того, о чем мы уже говорили. Это иврит. Начните изучать иврит до приезда в Израиль. Настолько, насколько это возможно. Настолько часто, насколько это возможно. Чем больше вы знаете, тем легче будет вам, когда вы приедете туда. И не пытайтесь убить себя, пытаясь свободно говорить на иврите. Во-первых, этого не будет, пока вы не будете жить рядом с израильтянами. Но вы можете заложить основания. И это вам очень сильно поможет. Мы говорили об Элиезере Бен-Ягуде. Я бы порекомендовал к прочтению его биографию. Книга под названием «Язык пророков». Язык пророков. Она вдохновляет. Кто-то назвал ее тяжелой книгой. Потому что вы видите жертву и страдания этого мужчины. Но вы также загоритесь его страстью к языку. И вам нужна будет эта страсть, чтобы выучить язык. Иногда у вас будет искушение сдаться. Я знаю людей, которые на протяжении многих лет пытались выучить иврит. Иногда этот процесс может разочаровывать. Особенно если вы приезжаете в возрасте за 35 лет. Люди движутся с различной скоростью. Одни более сообразнительны, чем другие. Но в общем, чем старше вы становитесь, тем труднее осваивать новый язык. И намного труднее, если алфавит выглядит немного примитивно для большинства западных людей. И то, как вы пишете с небольшими кружочками и линиями. Я все еще после почти 12 лет изучения языка смотрю на письмена коренного израильтяне и спрашиваю, что это такое? Это наш язык. Это наш древний язык. Так же, как и наш современный язык. И каждое слово, какое вы можете усвоить на иврите, означает победу. Нам нужна страсть, чтобы выучить этот язык. Не разочаровывайтесь. Начните с фундамента, выучите алифбет, алфавит. Займитесь грамматикой. Только маленькие дети могут освоить язык без изучения грамматики. Моему сыну Ави было 4 года, когда мы приехали в Израиль. Иногда это расстраивает меня, что он усваивает язык без изучения грамматики. Он разговаривает как коренной житель. Хорошо, по крайней мере, кто-то смог освоить язык. Вы не должны бояться насмешек. Над Бен-Ягудой смеялись. Вы должны понять, что язык соединен духовно с нашим народом. Не даром его называют святым языком. Также он поможет вам увидеть красоту Писания. Даже если библейский и современный иврит отличаются друг от друга. Вы будете вознаграждены особым образом за ваше усердие. Элиезер был лишительным. Сколько времени ему понадобилось, чтобы восстановить язык? Всю жизнь. Он отдал языку свою жизнь. О чем это говорит? Не нужно отчаиваться, если я все так же плохо знаю иврит после 20 лет учебы. Но Бог был милостив ко мне. Он благословил мои старания. Я посвятил себя изучению языка. И после трех лет пребывания в Израиле, Он дал мне особую привилегию стать отцом общины, в которой используется иврит. Я все еще не понимаю этого. И часто я чувствую себя неуклюже. Привыкайте к этому. Это приближает нас к Богу. И, кстати, люди по достоинству оценят подлинное старание. Даже если ваш акцент очень труден для понимания. Даже если вы безжалостно убиваете грамматику. Люди оценят ваши старания. Дайте им понять, что вы посвящены языку. Кажется, я уже говорил эту цитату Бен-Ягуды. Он говорил, в наши дни язык гетто прилипает к нам. Что он имел в виду? Языки нашего рассеяния прилипают к нам. Захватывают нас. И не дают нам, как израильтянам, войти в наше наследие. Он был радикален. Но пусть это поможет вам. Я не имею ничего против тех языков, на которых вы говорите. Но это вопрос рассмотрения языка с духовной стороны. Идет духовная война против изучения еврита. Вы должны будете пробиться. Это та война, о которой мы читали в книге Егошуа. Нам нужен такой же дух, о котором Бог говорил Егошуа. Когда дело заходит об иврите, мы не должны говорить следующее. Ооо, это такой трудный язык. Я просто не смогу его выучить. Нет, вы никогда его так не выучите. Обретите твердость характера. Сядьте прямо. Выпейте еще чашку кофе. Откройте ваши учебники. Позвоните израильтянину, чтобы он помог вам. Но не сдавайтесь в изучении еврида. Я чувствую, что некоторым из вас нужно это ободрение. Уже на протяжении многих лет некоторые из вас бьются о Него головой. Ни один час, посвященный изучению еврита, не был потрачен зря. Не останавливайтесь. Будьте творческими. Просите Бога помочь вам, как я могу изучить язык. Люди учатся по-разному. Некоторые учатся читая. Другие слушая. Или наблюдая. И, конечно, все мы, когда мы кушаем. Я добавил немного теории образования здесь. Говорят, что чем больше ощущений задействовано в процессе вашей учебы, тем глубже вы сможете что-либо изучить. Могу ли я учиться, как что-либо кушая? Возрождение еврита было чудом, которое в очередной раз произошло с человеком. Знаете, что я думаю по этому вопросу? Это чудо, когда любой человек не из Израиля изучит еврит. Я так горжусь своими детьми. Мои старшие дети приехали, когда они еще ходили в колледж. Они изучили еврит. Мой сын настолько хорошо выучил язык, что завоевал сердце коренной израильтянки, и она стала его женой. Он говорил с ней только на еврите. И до сего дня. Моя дочь справилась с языком. И теперь она работает на интернет-словарем. Сочетая свои знания английского и еврита. И вы сможете. Я очень горжусь своими детьми. Единственный способ изучить язык — полное посвящение. Вы должны уцепиться. Это означает не упустить. Я не отпущу. Что сказал Яков ангелу Господа? Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. Давайте скажем это и про еврит. Не отпущу, пока не изучу этот язык. Скажите, повторите это за мной. Не отпущу. Я не отпущу, пока не выучу этот язык. Спасибо, Господь, что ты помогаешь мне. Ты сказал, что заики восхвалят тебя. Поэтому, если я заикаюсь в процессе изучения еврита, я буду хвалить тебя. Теперь мы приступим к нашему следующему камню Ерихонской стены. Я не отпущу. Я не отпущу, пока не внезапно. Я выполняюсь вот как сам. Я не запущу. Она не должна быть венды. Я передаю. Я иду за тебя, когда вы не помыли. Я иду. Это не смыляю.